Знаете это чувство, когда натыкаешься на скрытую жемчужину и просто не можешь не поделиться ею со всеми? Вот именно такие сейчас у меня эмоции. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern. И сегодня у меня для вас пять недооцененных фантастических сериалов, которые, на мой взгляд, обязательно стоит посмотреть. Среди них есть как нишевые проекты, так и те, которые не снискали должной популярности на релизе, а некоторые из них совсем недавно вышли на экраны. Но будьте уверены, каждый из этих сериалов заслуживает вашего внимания. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Тела. Представьте себе, четыре детектива из разных эпох, 1800-й, 1940-й, 2014-й год и даже ближайшее будущее, все они объединяются, чтобы расследовать одно и то же убийство. Убийство неизвестного человека, которое, как ни странно, связывает воедино нити времени, способные переписать историю. Сериал «Тела», основанный на графическом романе Си Спенсер, искусственно переплетает сложные сюжетные линии, сочетая в себе элементы полицейского процедурала, исторической и научно-фантастической драмы. Эта уникальная задумка не оставила равнодушными многих зрителей, которые высоко оценили оригинальность и амбициозность сюжета, захватывающие постановки и детально воссозданную историческую атмосферу. Тела не снискали такой же широкой известности, как некоторые свежие фантастические премьеры. Но для ценителей жанра и любителей запутанных тайн с неожиданным поворотом сюжета, сериал станет настоящим открытием. План Б. Канадский научно-фантастический драматический мини-сериал, который погружает нас в историю амбициозного юриста по имени Эндрю. Он неожиданно для себя открывает способ путешествовать во времени и, движимый желанием исправить ошибки прошлого, отправляется в рискованное приключение. Эндрю намерен изменить свою жизнь, спасти неудачный брак и вернуть карьеру на рельсы успеха. Он пытается переписать свои прошлые решения, создавая идеальную картину будущего. Однако, как он скоро осознает, вмешательство в ход времени не так безопасно, как ему кажется. Его действия влекут за собой непредвиденные последствия, которые могут обернуться настоящей катастрофой. Кроме истории о путешествиях во времени, План Б предлагает захватывающую драму, которая поднимает глубокие философские вопросы о свободе воли и цене наших решений. Перерождение. Научно-фантастический сериал 2019 года, основанный на одноименном романе Джастина Кронина. Захватывающий сюжет, уникальная интерпретация вампирской темы и напряженная атмосфера делают его настоящим сокровищем для любителей жанра. Но, увы, он был закрыт после первого сезона, так что за всеми отгадками обращайтесь к книжному оригиналу. В центре истории Эми юная девушка, обладающая иммунитетом к вирусу, превращающему людей в кровожадных существ, подобных вампирам. Правительство, одержимое поиском лекарства, видит в ней ключ к спасению и поручает доктору Джонасу сопроводить Эми в исследовательский центр. Их путешествие превращается в борьбу за выживание, ведь им на пятки наступают как агенты правительства, так и орда зараженных. Перерождение выходит за рамки типичного монстра недели, предлагая зрителю глубокие размышления о сущности человека, стойкости, надежде и отчаянных мерах, к которым люди прибегают в экстремальных ситуациях. Несмотря на серьезные огрехи в актерской игре, сериал радует своей атмосферой и оригинальным взглядом на вампирскую тематику. Вечность. Не совсем классическая научная фантастика, но это не делает ее менее захватывающей. Сериал представляет собой уникальную смесь жанров, где элементы детектива, городского фэнтези и медицинской драмы сплетаются в единый увлекательный клубок. В центре сюжета доктор Генри Морган, судмедэксперт, обладающий невероятной способностью. Он не может умереть. 200 лет назад он погиб при загадочных обстоятельствах, но с тех пор его тело периодически перезагружается, возвращая его к жизни. При этом все воспоминания Генри остаются нетронуты. Сотрудничая с детективом Джо Мартинес, Генри использует свои обширные знания и опыт, накопленные за века, для раскрытия сложных и запутанных дел. Его феноменальная память позволяет ему вспоминать мельчайшие детали из прошлых веков, что делает его незаменимым помощником в разгадывании исторических тайн и выявлении скрытых связей между, казалось бы, несвязанными событиями. Хотя Вечность крайне иронично продлился лишь один сезон, он успел завоевать сердца многих зрителей. Захватывающий сюжет, харизматичные герои и уникальная атмосфера сделали сериал одним из немногих достойных в жанре фэнтези-детектива. Миссии Французский научно-фантастический сериал, повествующий о первой миссии на Марс. Сериал фокусируется на команде астронавтов, их личных и профессиональных проблемах, с которыми они сталкиваются вдали от Земли. Включение в экипаж психиатра добавляет уникальный слой повествованию, позволяя исследовать психологические аспекты такого монументального путешествия. Несмотря на отсутствие ошеломляющих спецэффектов, характерных для современных блокбастеров, миссии берут за душу продуманным сюжетом, напряженной атмосферой и интригующей центральной загадкой, которые постоянно изменяются, не давая зрителям расслабиться. На этом у меня сегодня все, спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok